Добрый вечер, господа. Это Финам ФМ. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время». В первом часе у нас гости. Сегодня у нас будут дебаты. Очень сложная тема. Но, тем не менее, благодаря господину Торшину, вице-спикеру Сайта Федерации, она так периодически становится в центре внимания российского общества. Право на оружие в России за и против. Это в этом часе. В следующем часе с 20 до 21 часа будем подводить итоги сегодняшнего дня. Я выделил три таких, как мне представляется, важных темы. Это заявление адвокатов господина Навального о том, что в понедельник, возможно, ему будут предъявлены обвинения и даже возможен арест. Вот сейчас, буквально несколько минут тому назад, стало известно, что оппозиционер не собирается покидать страну. И в понедельник явится в СКР, куда его вызвали. Будем обсуждать эту тему. Следующая тема, это, безусловно, старт Олимпиады 2012 в Лондоне. У нас будет прямое включение из британской столицы. Поговорим. Но не только с точки зрения большого спорта, но и с точки зрения большой политики. Потому как в России всегда так особо трепетно к Олимпиадам относятся. И третья тема, вы знаете, очень интересная инициатива со стороны одного из депутатов «Единая Россия» запретить СМИ указывать национальность в своих сообщениях. Ну, то есть, вы знаете, да, это достаточно давний спор о том, стоит ли или не стоит. Вот, по всей видимости, на осенней сессии Госдумы может быть внесен такой законопроект. И это мы обсудим. Все это будет с 20 до 21. Реальное время на Финам.фм. Ну, а прямо сейчас право на оружие в России за и против. Я представляю моих гостей. Это Сергей Зайнулин, юрист, заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. И Владимир Химанович, член общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве, ответственный секретарь региональной общественной организации гражданской безопасности. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. А напомню, и средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Многоканальный телефон 651099,6 Кот Москвы, 495 для звонков. Финам.фм – это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете слушать, можете смотреть, как вам удобно. Ну и также посещайте наш портал финам.инфо, где мы вас круглосуточно информируем о самых важных и принципиальных событиях. Сергей, позвольте с вас начать. Давайте. И услышать аргументы «за». Вот я с Торшиным, да, мы с ним заочину такую полемику вели в Твиттере. Ну модно же сейчас, да, в социальных сетях. Я пообещал и слушателям сегодня занять такую нейтральную позицию. У меня, безусловно, есть свои мысли, да, свое мнение. Но я хочу услышать аргументы «за». Вот может быть на самом деле не так все страшно, как представляется, если разрешить краткоствол в России? Ну на самом деле действительно все не так вот страшно. Но то, что происходит сейчас, можно сказать, это с нашей точки зрения некий фальстарт. То есть я думаю, что мы придем к легализации краткоствольного оружия, но для этого нужно выполнение двух предварительных условий. Первое – это существенные изменения в судебной практике по необходимой обороне. У меня есть статистика судебного департамента, Верховного суда, согласно которой осуждается по убийствам, совершенность с превышением пределов необходимой обороны или тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны порядка полутора тысяч человек в год. Это еще мы не берем огромное количество людей, которые осуждаются исключительно по умышленным видам убийства. То есть бывают очень часто случаи, когда человек, который применил оружие в ситуации необходимой обороны, квалифицирует его действия как умышленное убийство или умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Итак, у нас именно по статьям, связанным с превышением пределов необходимой обороны, осуждается ежегодно около полутора тысяч человек. Это много? Это много, потому что оправдывается порядка 50 человек. Отказ в возбуждении уголовных дел по данному основанию, где-то сопоставимая цифра, тоже где-то 50-60 человек в год. То есть, грубо говоря, порядка 90% вероятности человеку, применившему оружие в ситуации, в состоянии необходимой обороны, это быть осужденным либо условно, либо на лишение свободы. Вот такая вот заключающая статистика. Это судебное решение. Да, но можно сказать, что ситуация все-таки меняется, потому что последний обзор практики на уровне Верховного Суда РСФСР был еще в 1984 году. И сейчас, только в июле 2012 года, Пленум Верховного Суда принимает новое постановление Пленума. Сергей, я не услышал главный принципиальный аргумент «за». Вот я хочу его услышать. Вот, второе. Я начинаю с плохого. То есть, что препятствовать? Первое, это судебная практика, да. Но она все-таки меняется, лучшая сторона. Второе. Это до сих пор не решен вопрос о том, как нам отсечь неадекватных, от социальных и экстремистски настроенных граждан от оружия. Потому что то ужесточение, которое происходит в отношении усиления контроля за оборотом гражданского оружия, ну, носит в большей степени такой косметический характер. Вот, смотрите, последние изменения, существенные в закон об оружии, связанные с травматическим оружием, произошли в декабре 2010 года. Я с моими коллегами входил в рабочую группу комитета Госдумы безопасности, и мы занимались как раз этим законным проектом. То есть нам удалось отсечь, ну, некоторые наиболее такие неадекватные моменты, вот, и, скажем так, снизить вот это вот государственное закручивание гаек. Вот, что прошло? Прошло это обязательность обучения, из существенных моментов. Затем почему-то прошло запрет импорта травматики и основных частей. Хотя не совсем понятно, какое отношение имеет это к общественной безопасности. Это тут, собственно, протекционизм, но при чем здесь общественная безопасность? Вот. Далее было сокращено количество травматики на руках с пяти единиц до двух, но это, как я говорю, косметическое, можно сказать, изменение. Ну, вот, собственно, и все. Что было из таких вот основных моментов? Это вот понятно. Вы вот детализируйте все. Вы вот мне скажите, зачем? Вот что изменится в России, если принять это решение? Ну, смотрите, что у нас из себя представляет право на оружие? Это конституционное право на собственность. Оно по конституции может быть ограничено, но только в целях общественной безопасности, нравственности, защиты государства. Если мы ограничиваем какой-то вид оружия, как каствольное, длинноствольное, антикварное и так далее, то какое отношение имеет это, пардон, к общественной безопасности? Поэтому, собственно, акценты надо делать совершенно на другом. Есть опасение, что все начнут стрелять друг в друга. Ну, поэтому все-таки надо не оружие запрещать, не отдельные виды, а внедрять ту систему, которая будет отсекать вот этих неадекватных людей. Потому что очень часто Прибалтику приводят в пример, как положительный, так и отрицательный. Можно вспомнить, как там шла легализация. То есть приобрести право на покупку пистолета или револьвера было довольно-таки просто. Пришел, сдал экзамен, прошел медкомиссию, все. Получил лицензию. Но чтобы получить право на ношение, отдельную лицензию, необходимо было обратиться в полицию и обосновать необходимость ношения. Ну, то есть, другими словами, это нарушение права на собственность. Вот так вы это трактуете. Владимир, я хочу услышать ваше мнение. Вы знаете, я, в общем-то, отношусь к сторонникам легализации короткоствольного оружия. И считаю, что здесь, в первую очередь, нужно обратить внимание на механизм приобретения этого оружия. То есть, если механизм приобретения короткоствольного оружия будет такой, как сейчас, с травматическим оружием, ничего хорошего, я думаю, не получится. Если же механизм приобретения будет схож с тем механизмом, который сейчас существует для длинноствольного нарезного оружия, то думаю, что это будет очень эффективная, отсеивающая мера для неадекватных, недисциплинированных, в общем-то, людей. Ну, как аргумент, хотя бы приведу то, что из зарегистрированного огнестрельного длинноствольного нарезного оружия совершается менее 0,5% преступлений в Российской Федерации. То есть, оно не участвует в преступлениях, оно очень редко участвует в правонарушениях, а правонарушением у нас может считаться, например, нарушение транспортировки, ношения. То есть, такие вещи, которые прямую общественную опасность не представляют. Поэтому я думаю, что это будет достаточно безопасно для общества. А в качестве аргумента «за» скажу, что, конечно, к человеку каждому не приставишь, значит, ни охранника, ни полицейского, никого. И мы знаем массу случаев, когда человек оказывается в ситуации, значит, где ему никто помочь не может, и ему приходится как-то самому оставаться один на один с той опасностью и зачастую погибать. Но человек может и попасть в ситуацию, когда не он будет угрожать, а ему будут угрожать. — Совершенно верно. Но угрожать ему будет кто? Те, кто незаконным образом приобрел оружие, либо те, кто угрожает ему вообще без применения оружия, что сейчас встречается сплошь и рядом. Потому что если, например, мы берем ситуацию, когда человеку грозят ножом, простите меня, нож можно купить сейчас на каждом углу. — Ну, я слышал эти аргументы, да. — Значит, если мы говорим по поводу оружия, ну, конечно, та ситуация, которая сейчас, например, с травматическим оружием, я считаю, она, конечно, недопустима. И, в общем-то, вот несмотря на то, что определенные меры по ужесточению контроля за ним были приняты, но меры были направлены немножко не туда, действительно, в общем-то, вылилось это отчасти в протекционизм по отношению, значит, запрет на ввоз импортного травматического оружия и частей к нему. Абсолютно бессмысленное сокращение с пяти до двух единиц, значит, владения оружием гражданином травматическим. Как будто, если у него есть наклонности, например, применить его там в состоянии, значит, агрессии, вспышки какой-то нервной, когда он себя не контролирует, какая разница, пять у него единицы или две у него единицы. Значит, мы опять идем не по пути, когда нужно выбирать, скажем так, ну, слово достойных, наверное, неправильное, потому что мы должны выбирать не достойных, а, скажем так, адекватных и подготовленных людей, которым можно доверить оружие. Вот как отобрать, поговорим сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 18 минут, право на оружие в России за и против. Здесь у нас Сергей Зайнулин и Владимир Химанович. Для звонков наш многоканальный телефон 65 10 99 6. Для ваших писем финам.фм, наш портал в интернете. Очень много писем из разных городов. Но я хочу все-таки, Владимир, продолжить вашу мысль. То есть отобрать, да, отобрать. А как отбирать? Отобрать в первую очередь в плане психологической подготовки. То есть, когда человек способен себя контролировать, способен контролировать вспышки гнева. То есть, что мы видим сейчас? Например, на дороге какая-то ситуация, даже не ДТП. Просто одна машина подрезала другую. Уже зачастую в ход идет травматика. Ну, конечно, отчасти это происходит потому, что в травматику у нас приобретают люди, которые слабо себе представляют, что они покупают. Они знают, что это оружие нелетальное, несмертельное и считают, что ну вот я потратил 15, а теперь уже 40, например, тысяч рублей за какую-то цацку. Так пусть она свои деньги отрабатывает. Зачем я буду махать кулаками, если эта штука, во-первых, несмертельная, во-вторых, бьет на большем расстоянии, чем можно достать рукой. Ну и, наконец, как я уже сказал, деньги уплочены. То есть, как бы. Но человек не понимает, что из этой штуки вполне можно убить. Вот остановить ей можно далеко не всегда, а убить ей в ряде случаев вполне возможно. Отобрать как? Я же сказал, вот, например, существуют определенные психологические методики. Вот у нас сейчас для приобретения оружия, неважно какого, ну того, которое лицензируется, человек должен предоставить 046-ю форму медицинскую. Значит, там, в числе прочего, должно пройти освидетельствование его психиатром. Ну, освидетельствование психиатром, на самом деле, конечно, что-то дает, но это, в общем-то, очень мало. В стране, где все покупается и продается, это не проблема. Ну, это немножко другая тема, хотя я соглашусь с вами. Представляется, это скрилирование. Собеседование с грамотным психологом по специально разработанным методикам, а такие методики есть, значит, я считаю, что оно могло бы отсекать очень много тех, кто просто не способен контролировать свой гнев. И, на мой взгляд, это основная проблема и основная, как бы, ситуация. То есть, не то, что человек сознательно для совершения умышленного убийства будет применять оружие. Он и сейчас достанет это оружие, если ему нужно будет совершить умышленное убийство, заранее спланированное. А вот главная проблема – это вспышки гнева во время, значит, участия в дорожном, значит, в управлении автомобилем. Как вариант. Да, как вариант. И вот именно это первое, на что психолог должен обратить внимание. Значит, второй момент – это определенная подготовка. То есть, человек должен иметь определенные навыки безопасного обращения с оружием. Потому что человек может просто слабо представлять себе, как работает то оружие, которое он приобретает, и случайно или себя ранить, или убить, или окружающего. И, в конце концов, он должен иметь хотя бы какие-то первичные навыки, значит, стрельбы. То есть, он должен уметь, значит, безопасно для третьих лиц, для окружающих, применить оружие, если такая необходимость возникнет. Я хочу сказать, из собственного опыта, к сожалению, печального опыта, не просто навыки, а сорокалетняя практика общения с оружием не гарантирует того, что оно вот вне подходящий момент не выстрелит. Ну, гарантии может дать только Господь Бог. Мы можем, скажем так, с большой или с очень большой вероятностью, значит, что-то прогнозировать. Но гарантии дать, конечно, никто не может. Нет, я хочу вернуться вот к вопросу о том, что покупается, продается. Как вы вот себе это представляете? В стране все реально продается. Вот есть там, я не знаю, рубль двадцать, два двадцать, пять двадцать, да, цена вопроса. Ну, это будут все эти справки, там, я не знаю, фильтры покупать. И? Значит, ну, с таким подходом можно и рынок недвижимости также сказать, что, ну, окажем. Рынок недвижимости не влияет на судьбу человека. Это еще как влияет. Нет, ну, понимаете, нет, это жизнь человека. Нет, минуточку, минуточку. Я задаю конкретно вот вопрос. Вот как эту проблему, на ваш взгляд, возможно решить? Пожалуйста, Сергей. Да, я поддержу коллегу Владимира. Отделением проблем права Российской Академии Естественных Наук где-то три года назад был начат эксперимент. По созданию модели правомерного владения оружием гражданами создана модель саморегулируемой организации, и она показала, что за три года было 50 регионов среди членов нашей организации, экспериментальной организации, 6 случаев применения оружия в ситуации, необходимой обороны. Все 6 случаев были признаны полицией и тогда еще милицией правомерными еще на стадии до возбуждения уголовного дела. И на основе этого были сформулированы следующие предложения. Помимо существующей системы лицензирования добавить еще рекомендации от общественных организаций соответствующего профиля охотничьи, спортивные клубы, ДСАФ, Динамо и так далее, и так далее. И чтобы не было коррупции, о которой вы говорите, чтобы эти рекомендации не покупались, не продавались, ввести еще и ответственность организации за выданную рекомендацию. То есть применил человек неправомерно, вчинили ему гражданский иск о возмещении либо потерянной жизни, либо потерянного здоровья. И первая платит организация, которая выдала ему эту рекомендацию. Но сейчас у нас жизнь человека, ну, по существующей судебной практике начинает оцениваться порядка двух миллионов рублей. Я знаю, да, эта статистика как не цинично звучит, но это действительно так. Но это лучше, чем та ситуация, когда жизнь человека вообще не оценивалась никак, согласитесь. Вот, и сами эти организации заинтересованы в том, чтобы вот эту группу риска, о которой мы говорили, то есть явно асоциальные граждане, явно экстремистские граждане, к ним не попали. То есть им рекомендации выдаваться не будут. То есть самая явно выраженная группа риска. Вот смотрите, господин, я не ставлю под сомнение ваши доводы, но сразу на память приходит господин Евсюков, да, человек вообще, который служил в органах. То есть там, наверное, тоже какая-то фильтрация существует. Разумеется. И тем не менее. Если мы сможем отсечь хотя бы 80-90% неадекватных граждан, то уровень противоправного применения оружия существенно сократится. Сто процентной гарантии не даст ничто. И никто. И никто, да. Если посмотреть на европейский опыт, собственно, в континентальной Европе существуют аналогичные схемы. Это германская клубная система, это французская система, при которой можно владеть практически любым оружием, но для правоношения нужна рекомендация. Человек этого клуба, допустим, да? Да, да, да. Там федерация французская. Это и в скандинавских странах подобная система, но опять-таки, там был Брейвик. То есть, система фильтрации все равно не пропускает, то есть, не сможет отсеять все 100%. Вот. Поэтому единицы, конечно... То есть, не стоит этого бояться? Нет, единицы, конечно, будут проскакивать. Это и Евсюков через многолетнюю милицейскую службу и постоянные при аттестации проходил, это и Брейвик, который все-таки через клубную систему прошел, но из громких случаев во всей, скажем так, Западной Европе один Брейвик. Ну, есть... Это не... Это не стрельба... Ну, есть личные случаи, как в Соединенных Штатах. Это не стрельба каждый день. В Соединенных Штатах там система совершенно простая. В трех штатах из 50 есть действительно свободная продажа оружия. То есть, пришел в магазин, купил. А то, что он предлагает, это не вот американский вариант, да? Это не свободная. Нет, нет, нет. Александр Порфеевич, насколько мне известно, не предлагает отменить систему лицензирования. Ага. То есть, там принципиально другая система. И тем не менее, молодой человек, который до случая в Денвере, под Денвером, был достаточно адекватным, закупил целый арсенал и расстрелял людей. Понимаете? А вы мне можете объяснить, вот что нам так приспичило это, вот сейчас это делать, а? Ну, я бы не сказал, что нам приспичило. Ведь количество людей, которые погибают от насильственных преступлений и которые смогли бы и свою жизнь спасти, сохранить, и жизнь окружающих. Это количество огромное, ведь в год, значит, если в ДТП у нас порядка 30 тысяч человек гибнет, то от насильственных преступлений гибнет намного больше. И огромное количество этих людей, они могли бы спастись, если бы они имели при себе законное оружие. А ведь мы этих людей теряем, и, в общем-то, это недопустимо то, что значительная часть этих людей, они не являются ни асоциальными людьми, ни психопатами, вполне могли бы себя контролировать, и абсолютно никакой угрозы для окружающих бы не представляли. И мы вот это количество людей теряем. Мы не можем с этим смириться. То есть это не то, что приспичило, а уже актуальность. Вы знаете, ну, было бы логично, если бы в 90-е годы, когда, собственно, ну, разгул, скажем так, преступности был больше, чем сейчас так. Не знаю, судя по тем сообщениям, которые мы получаем. Ну, а вы не судите по этим сообщениям. Как же, мы получаем их от МВД? Ну, вот в том-то и дело, если судить, значит, по реальной статистике того, что было и того, что сейчас есть, количество преступлений против личности, оно, в общем-то, немножко поменьше сейчас будет. Это так, мягко говоря. Так вот, в те времена, собственно, и нужно было эту систему вводить, и у нас огромное количество людей осталось бы в живых. Ну, возможно, возможно, хотя я еще раз говорю, а на основании каких тогда сведений нам судить о криминогенной обстановке в стране, если не по сообщениям МВД? Ну, хотя бы по улице можно ходить иногда немножечко и смотреть, как было сейчас. Ключевое слово «иногда» все-таки. А, нет, ну, мы и в 90-е ходили. Возвращаясь к США, мало об этом говорится, то есть говорится о том, что вот громкий случай, какое-то там массовое убийство, 10, 15, 20 человек погибает, и, к счастью, такие случаи нечасто. А сколько людей спасается при этом? Но, опять-таки, ФБР ведет интересную статистику, сколько преступников погибает от правомерного применения оружия. То есть ежегодно порядка 200 преступников убивают сотрудники правоохранительных органов при самообороне, при задержании, и порядка 300 преступников законно убивают граждане. Мы продолжим наш разговор. Право на оружие в России за и против. Ваши звонки на 651099,6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.фм. После новостей и запустим еще голосование. Это реальное время, 19 часов 31 минута в российской столице. Право на оружие в России за и против. Владимир Химанович, Сергей Зайнулин здесь у нас в московской студии прямого эфира. Давайте мы, вы точнее будете голосовать. Я запускаю смс-голосование. Вы за. То есть за право на оружие. Чтобы в России, вот при всех тех фильтрах, о которых сегодня говорили мои гости, это было реализовано. Вы за. 5533 смс-сообщение с буквой А. Вы против. То есть я вас сейчас не спрашиваю, почему вы за и почему вы против. Сейчас идет именно смс-голосование. Вы против. 5533 смс-сообщение с буквой Б. Вы против. 5533 смс-сообщение с буквой Б. Голосование запущено. Пожалуйста, участвуйте. Звоните, пишите. Вот, господа, давайте мы запараллелим наш разговор и с теми письмами, которые я получаю. Александр пишет. Я резко против данной инициативы. Мой брат периодически употребляет наркотики. К счастью, не тяжелый. Злоупотребляет алкоголем. Плюс ко всему имеет пусть и погашена все-таки судимость. Так вот, этот человек без каких-либо проблем проходит медкомиссию. Получает справки из всех диспансеров. Акта от участкового, который к нам даже не заходил и вполне законно становится обладателем огнестрельного охотничьего оружия. У меня вопрос господину Зайнулину. Почему наше государство не может контролировать данную проблему в рамках действующего законодательства, а хочет еще сильнее усугубить положение? Государство не может контролировать все и все, если это не тоталитарное государство. Здесь авторитарное государство. Именно тоталитарное. Я понимаю, в чем изыск политологических ценностей. Поэтому нужно участие в обществе. Поэтому мы предлагаем систему общественного саморегулирования. Чтобы именно общество было первым фильтром, первым барьером по отсечению вот этих вот таких вот людей, которые говорят авторы вопроса. Если вспомнить о ситуации саморегулирования, развития в России, которое пришло все-таки к нам, с той же Европы, с той же США, то гораздо более, скажем так, опасные вещи, как энергетика, строительство, государство совсем полностью отошло от лицензирования и передало это все в общественное саморегулирование. После вот этих громких случаев. Я знаю, что такое СРО в строительстве. Лучше бы они это вообще не трогали. Во что они превратили эту идею? То есть я знаю автора закона, да, законопроекта, который был на начальной стадии, что в итоге было принято. Я тоже знаю. Я работаю с позицией инвестора. Я работаю с позицией инвестора, поэтому у меня есть хотя бы какие-то гарантии, что в случае существенных нарушений страны подрядчиков, проектировщиков и так далее, мне хоть какой-то вред будет компенсирован. Окей. Я, правда, не хочу, чтобы эксперименты ставили, да, на живых людях. Все-таки стройка это стройка, там другие направления, здесь оружие. Но вполне возможно, что вы правы. На следующий вопрос я хочу, чтобы Владимир ответил. Кстати, тезка его из Тамбов Владимир пишет. Мне кажется, что нашей полиции при наличии у граждан оружия будет работать крайне тяжело. Просто так из дома в отдел без оснований не заберешь. Труднее будет провести обыск или выемку несанкционированную и прочие беспредельные действия. Я вам цитирую письма, как они приходят, не редактирую. Ну, у нас и так без оснований обыск не проведешь. И любое доставление, оно у нас обязательно должно быть обосновано. Потому что если оно не обосновано, то, соответственно, сотрудник за это несет наказание. Кто бы мне там что ни говорил, что это не происходит, я каждую неделю езжу по территориальным отделам и говорю, что это происходит. Вот. Поэтому, в общем-то, как бы не вижу здесь ничего абсолютно сложного. Кстати, очень многие сотрудники полиции, и раньше и милиции, если мы говорим особенно о тех людях, которые работают на земле, они давно являются сторонниками легализации короткоствольного оружия. Ну, чем выше должность, тем уже больше ответственность. Там, естественно, мнение несколько меняется. А что так вот? Можете объяснить, почему так? Ну, я же говорю, чем выше должность, тем больше ответственность. Поэтому мнение, оно... То есть, кто на земле, это безответственность. Не то, что он безответственность, но он отвечает за себя лично и за ту ситуацию, на которую он выехал. Вот. Он не отвечает ни за общественный резонанс, ни за, скажем так, оценку, которая будет дана его подразделению. Он отвечает только за себя и за того парня, к которому он приехал. Вот. Если ответственность увеличивается, значит, люди понимают, что не все так просто. Не все так просто, конечно. Потому что, если, еще раз повторю, что если контроль за оружием будет утерян, я, например, не сторонник того, чтобы... Я не против клубов, я считаю, что клубы это очень хорошо, но все же контроль за оборотом оружия я бы оставил государству. То есть, оставил бы полностью государству и свел бы все отношения при получении лицензии, отношениями между гражданином, который хочет получить лицензию на короткоствольное оружие, и государством. И посредник, мне кажется, здесь никакой не нужен. То есть, отдать на откуп коррумпированному государству? Ну, я его таковым не считаю. Во всяком случае, оно у нас, по моему мнению, не более коррумпировано, чем, например, Италия, Испания. Мне неинтересно. А мне неинтересно. Я вам объясню. Я живу здесь, да? Я знаю, как они пилят. Я знаю, какие расценки на дверях. А мне интересно, как бывает на белом свете и почему происходит то, что происходит. Мы живем в России, понимаете? Да, понимаю. Вот здесь это должно интересовать. И вы предлагаете коррумпированному государству отдать этот вопрос. Я еще раз говорю, что я его не считаю более коррумпированным, чем ряд других стран, где такой проблемой почему-то... Вам от этого легче, что ли, становится? Нет, мне становится не легче, мне становится понятнее. А, ну понятно. Понятно. Ну, здесь мы с вами не находим общих точек, потому что я считаю, что своя рубашка должна быть ближе к телу. Совершенно с вами согласен. И от того, что в Италии и Испании кто-то ворует... В идеальном замке, в идеальном, как мне хотелось бы, но который почему-то, к сожалению, невозможен. В реальном государстве. И она меня интересует. И это моя страна, и меня она тоже интересует. А Италия меня не интересует ни с какой стороны. От того, что там пилят, или там более коррумпированные чиновники, мне это неинтересно. Ну, вот именно поэтому мы приходим к какому-то абстрактному, значит, непониманию, именно непониманию, почему же происходит то, что у нас происходит. То есть чиновники в России честные? Я не говорю, что они честные. Но они нигде не честные. Но вы какому государству хотите отдать этот вопрос на откуп? В данной ситуации, естественно, России. Понятно. Вы знаете характеристики нынешнего государства? Заявление господина президента, господина премьера о том, сколько откатывается, сколько не направляется по целевому назначению. Вот этим людям вы предлагаете взять этот вопрос? Я предлагаю исходить из тех реалий, в которых мы живем. Сложно спорить. Они жить в воздушном замке. Дмитрий из Новосибирска пишет. Легализация права на огнестрельное оружие приведет прежде всего к росту уличных преступлений и грабежам с использованием этого самого легализуемого оружия. Поэтому сторонникам права на оружие надо подумать о последствиях, а не о красивом аксессуаре. Но все-таки опять вопрос о том, какие фильтры будут работать. Если будет та же ситуация, как и сейчас, когда сотрудник, допустим, лицензионного органа сделал все четко по инструкции, принял весь предусмотренный законом пакет документов, вот, даже если к нему придет там совершенно неадекватный товарищ со свастикой на лбу, вызатурованный, все равно он должен будет по закону ему выдать лицензию. Иначе тот пойдет жаловаться на него в прокуратуру. Или подаст в суд. Или подаст в суд, да. Поэтому не может государственная система отсеивать подобных неадекватных людей. Нет, есть вариант. Есть вариант. Когда... В чем? Решение о выдаче лицензии будет приниматься судом. Но это, скажем так, при нынешней загруженности судов, это нереально. Просто нереально. И при нынешнем администрировании вообще в стране, это, по-моему, в тупиковая ветка. Хорошо. Очевидно, вариант это государство. Второй вариант – саморегулируемая организация. В дополнение к существующей государственной системе, опять-таки, добавлю. Ну, хоть какой-то противовес, да, произвол чиновников. Идет смс-голосование. Если вы поддерживаете идею легализации короткостволов, то на 55.33 отправьте смс-сообщение с буквой А. Вы против? Тогда 55.33 смс-сообщение с буквой Б. Письма на финам.фм, звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло, меня Владимир зовут. Да, Владимир. Добрый день. Я бы хотел сейчас высказать вот по... Да-да-да, давайте-давайте-давайте. Да, вот смотрите, возьмем нашего Евсюкова знаменитого. Сколько он убил человек в этом универсале? Я так понимаю, что больше пяти человек. Если бы хотя бы у одного из посетителей был пистолет, может быть, произошло намного меньше убийства страны Евсюкова. Может быть, такое? Это первая посылка. Вторая посылка. Вот сейчас вы прочитали сообщение господина о том, что легализация оружия приведет к тому, что увеличится количество крас с помощью этого оружия. Да, так считает Дмитрий из Новосибирска. И он имеет право на свое мнение, я сразу предупреждаю. То есть учить человека не надо. Я пытаюсь ему разразить. Дело в том, что предлагается легализовать оружие только отстреленное. То есть любое приобретаемое оружие, как косвольное, будет иметь свой паспорт. Поэтому любой выстрел, совершенный этим оружием, будет сразу определён, кто пользователь, владелец или собственник этого оружия. И будет за это нести достаточно серьезную ответственность, вплоть до уголовной. Я так себе представляю. Да, хорошо. Что скажете? Правильно представляете? Я скажу, что если должным образом организовать работу пули-гильзотеки, должным образом, подчеркиваю, то да, каждый выстрел, если пуля и гильза будет найдена, конечно же, покажет, из какого оружия она была выпущена. Но для этого пуля-гильзотека должна быть электронной. Не такой, как сейчас. А сейчас? А сейчас она, в общем-то, весьма примитивна. Мажная? Нет, она сейчас вещественная. То есть сейчас у нас хранится каждая пуля-гильза из проданного в России нарезанного оружия. Но проблема в том, что если где-то во Владивостоке произошло убийство или применение оружия, или использование, неважно, мы нашли и пулю, и гильзу. Но вы представляете, что дальше с этой пулей и гильзой делать? Если у нас есть ограниченный круг подозреваемых, да, мы отработаем это блестяще. Но если у нас нет, значит, какого-то предварительного круга подозреваемых, то нам дальше делать практически нечего. А сложно вот перевести в электронный вариант? Очень просто. Это можно было сделать еще в 90-е годы. Уже тогда мощность компьютеров позволяла бы создать всероссийскую электронную пульс-гильзотеку. Вот вы когда в магазине на кассу приносите товар, там лазер считывает у вас штрих-код. Вот можно разработать такую программу, и сейчас уже существует масса таких программ, когда на пуле, значит, имеются контрольные точки. Ну, они естественным образом образуются при прохождении через нарезы ствола. Значит, соответственно, мы эту пулю сканируем, заносим ее в электронную базу, и теперь неважно, значит, если в Калининграде произошло происшествие, и мы нашли пулю, значит, мы ее точно таким же лазерным сканером считаем, и мы выясняем, что выпущена она, оказывается, была... Что мешает-то реализовать? Ну, наверное, только, скажем так, некая косность мышления. Вот единственное, что я вижу. МВД? Ну, скорее всего, наверное, ЭКЦ МВД, я бы конкретно обозначил. Хорошо. Ну, есть вероятность, что это будет реализовано? Ну, программы такие созданы, и, скорее всего, в общем-то, они созданы не просто для того, чтобы, в общем-то, их в стол потом запихнуть. Просто это дело времени, и я бы, например, не тянул с этим, с внедрением. — Хорошо. А вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. — Добрый вечер, Василий. — Да, Василий. — Дело, может быть, с оружием хорошее, но на начальном этапе введения будет огромное количество жертв. И жертв, в первую очередь, тех, ну, и из числа даже владельцев оружия. — Почему вы так считаете? — Если сейчас для совершения грабежа достаточно толкнуть их в вершинку, то после реализации оружия надо будет очень сильно ударить трубой по голове. После чего уже, может быть, и убитого, покидать оружие, и потом пускай его донестируют, сколько хотят. Использовать уже можно как угодно. — Ну, то есть на первоначальном этапе, вот в принципиальный момент, будет много жертв. — Вы знаете, сейчас, и не сейчас, а еще с давних времен, криминальный мир специализируется. Есть грабители, которые применяют оружие, есть грабители, которые применяют хозяйственные бытовые предметы, есть, которые оружие не применяют. И структура преступного мира, она остается примерно постоянной. — Но все-таки общество не все состоит из представителей криминального элемента. — Нет, мы говорим... То есть автор вопрос боится, что преступники будут... — Что обычные граждане, а не только преступники, начнут направо и налево. — То есть он, насколько я понимаю, боится, что преступники будут более жестко действовать в отношении потенциальных владельцев оружия. — Ну, опасаясь, что гражданин вооружен, они просто будут более жестко действовать. Ну, есть такие опасения, кстати, не совсем напрасные, потому что действительно в странах, где, в общем-то, высока вероятность встретить вооруженную жертву, преступники обычно действуют более жестко. Это действительно так. Но, в общем-то, на практике, в общем-то, я бы не сказал, что это им сильно помогает. — Продолжим. После краткого выпуска новостей звоните, пишите, не забывайте проголосовать. — В 19.47 — это реальное время. Право на оружие в России за и против. Здесь Владимир Химанович и Сергей Зайнулин. 65 10 99 6 финам.фм. Это наше средство связи. На портале идет прямая веб-трансляция. Можете смотреть нашу программу. И параллельно идет смс-голосование. Если вы за, то тогда на 55 33, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой А. Вы против, тогда 55 33, смс-сообщение с буквой Б. Голосование идет. Участвуйте. Олег пишет аргументы насчет того, что имея право на нарушение оружия, может защитить себя, как мне кажется, пишет Олег, весьма ложно. Это значит, что и преступник имеет право открыто иметь и пускать в ход свое оружие. Преступник всегда более готов к применению оружия, чем простой смертный. После этого попробуй доказать, что он преступник, не защищался ли он от нападения? Ну, это надуманная ситуация. Вот если мы говорим... Ну, моделирует человек, да. Вот если мы говорим про ситуацию, когда, скажем так, произошел какой-то конфликт между, например, двумя группами людей, что сейчас очень часто встречается. Но заметьте, никто из них изначально не планировал какое-то преступление. Вот они сошлись не в том месте, не в то время. Вот здесь, да, здесь действительно крайне сложно. И, к сожалению, вот уже было сказано, и я только могу присоединиться к тому мнению, что у нас правоприменительная практика, то есть судебные решения по делам о необходимой обороне, ну, я не побоюсь такого термина, катастрофическое. Дело в том, что у нас очень правильно прописана на бумаге 37-я статья «Необходимая оборона», но, к сожалению, на практике это практически не работает. Вот коллега назвал 10% дел, когда... Оправдательные договоры? Да. Я, по моему мнению, значит, в общем-то, количество гораздо меньше, потому что, действительно, мы не учитываем обвинения в убийстве, обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, там, где, несмотря на совершенно ясную ситуацию с необходимой обороной, людей именно осудили по таким статьям, то есть им не говорили, чтобы превысили пределы необходимой обороны. То есть законодательство не репрессивного характера, а исполнение фактически репрессивного. Это законодательство в плане необходимой обороны, я считаю, у нас лучшее в Европе. Но, к сожалению, правоприменительная практика, она просто чудовищная. Но опять задают тогда вопрос, в чем причина? Причина в сложившейся еще, в общем-то, с конца 80-х годов тенденции, что если есть труп, значит, кто-то должен сесть. Если есть искалеченный, значит, кто-то должен сесть. Вот. Ну, тут такая вот ситуация. К сожалению, не... В общем-то, вот сейчас вот было новое постановление Пленума Верховного Суда. Ну, я, конечно, немножечко надеюсь, что оно что-то изменит, но, в общем-то, не сильно... Но у нас непрецедентное право. Ну, оно непрецедентное. В общем-то, районные суды обычно все-таки стараются на постановление Пленума не плевать открыто. Поглядывают. Поглядывают, да. Но иногда и плюют, скажем так. Такое тоже случается. Но самое главное, что даже постановление Пленума, на мой взгляд, оно недостаточно конкретно, значит, разъясняет суть, в общем-то, того, как должен был бы суд рассматривать такие дела. То есть вот то, как прописано на бумаге 37-я статья Уголовного кодекса, значит, с тем, как это происходит на самом деле, катастрофически разнятся. Идем дальше. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Михаил. Да, пожалуйста. А вот у меня такой взгляд. Значит, можно, наверное, разрешить продавать оружие, но, Россия, но, нужно выполнить два условия. То есть подготовить. Первый, это независимый суд должен быть. Вот независимый, вот понимаете, вот независимый, да, для рассмотрения любого дела с применением оружия. Где его взять, Михаил? Вот независимый, трижды сказанное слово. Вот я вот вам говорю, условия, да. И второе, это, значит, за преступление с применением оружия вот, от пожизненного срока, да, от пожизненного срока. Вот тогда, когда вы будете задумываться, купить вам его или нет, вы сразу будете думать, может быть, и не надо мне его покупать, а тот, кто пойдет с оружием на преступление, он соответственно будет думать, пойти мне в это преступление, на преступление с оружием или нет. Да, спасибо, Михаил. Но это как раз вот репрессивный вариант. Но он правильно сказал насчет независимого суда. Дело в том, что если бы категория этих дел рассматривалась судом присяжных, то, конечно же, вероятность судебной ошибки, мне кажется, была бы намного меньше. Дело в том, что, вот, например, очень, если речь не идет об обвинении в убийстве, если речь не идет об обвинении, значит, в причинении смерти, значит, в наступлении смерти в результате тяжких телесных повреждений, то все остальные категории дел, они здесь будут рассматриваться не судом присяжных, и вероятность ошибки здесь очень велика. Если бы каждое дело, где есть хоть какое-то подозрение в том, что это была необходимая оборона, рассматривал суд присяжных, я думаю, что любой человек, который ходит по этой земле, ездит на этом транспорте и живет в тех же городах, где живем мы, я думаю, он бы гораздо лучше расценил эту ситуацию, чем, к сожалению, очень, на мой взгляд, оторванный сейчас от наших реалий судьи. Вот, к сожалению, очень авторитетный человек, бывшая судья Конституционного суда России Тамара Морщакова здесь вот в нашей студии мне сказал, что независимые суды в нынешней системе координат России это фантастика, потому что вот та система осознанное назначение судей не подразумевает никакой независимости. Это определенная вертикаль, где очень серьезная доминанта исполнительной власти. Я, пожалуй, с ней соглашусь, но все-таки во время суда присяжных присяжные выносят вердикт, виновен или не виновен. Мы с вами понимаем, Россия не очень любит, я имею в виду, в судах и во власти суды присяжных. Ну, посмотрим. Безусловно, постановка вопроса о независимости судов справедлива, что касается репрессивного аппарата, что за преступление по жизни, а давайте сразу вышку, ну и что. Никакого эффекта не будет. В ряде случаев и вышка была бы неплохо. Нет, я против смертной казни. А я за. Но это тема другой программы. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер, это Олег Маспар. Да, Олег. Я боюсь, боюсь, что сложится такая же ситуация, как с выдачей прав на водение автомобиля, вождения. То есть, будут получать пензии абсолютно кто попал, и будут случаться ситуации вообще нелепые. Я сам на полигоне служил с оружием, как бы, и делал, это очень серьезная вещь. И вводя того, что нужно стоять рядом и человека пробить, чтобы он не поворачивал туда, не надо это оружие. А у нас нету осмысления этой вообще ситуации и понятия, что это совсем не игрушка. Да, спасибо. Ну, опять-таки, о чем мы говорим? Тот, кто... Нет, общество необходимое и четкие, знаете, система противовеса. Да, тот, кто отсеивает, должен нести ответственность. Тот, кто принимает решение в качестве фильтра, должен нести ответственность. И в первую очередь, конечно, материальную ответственность со своим кошельком, своим карманом. Ну, может быть, да, действительно, почему нет? Да, и возвращаясь к вопросу о том, что преступники массово будут применять оружие, опять-таки, по статистике судебного департамента, 42-х случаях нападения на граждан, преступники применяют оружие или предметы, используемые в качестве оружия. Так что мы видим, что и сейчас, как бы, не особо стесняются от применения оружия. Но опасение заключается именно в том, что может произойти эскалация. Но мы-то видим, что законно приобретенное оружие, зарегистрированное, оно в преступлениях участвует в очень незначительном проценте. Если мы говорим про нарезное длинноствольное оружие, которое сейчас доступно для граждан, то есть сейчас можно пойти и купить его, это не какая-то фантастика, просто многие не знают, что у нас с 93-го года в России спокойно, в общем-то, законно можно приобрести оружие. Так вот, возвращаясь к нарезному длинноствольному оружию, меньше одного процента преступлений с ним. Значит, система работает, значит, она достаточно эффективна. Хорошо. Добрый вечер. Да, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, Эдуард Лехнов, город Великие Луки. Да. У меня вот такой вопрос, во время обсуждения прозвучало такое мнение, что надо ограничивать продажу оружия людям, цитируясь, экстремистскими наклонностями. Меня интересует, что автор высказания имел под этим в виду. Да. Проференционалист, да? Да. И не скрываю этого. Но я готов пройти любой тест на стрессе устойчивость, да? И он покажет, что я как бы, у меня и в гневом все в порядке. Но вот я националист. Если пробить, допустим, мой диспокомпьютер, то это все понятно. То есть получается, что у меня нет шансов, да? На получение лицензии, на что нет. Да, спасибо. Ну, нас в политику так втягивает, Ну, если человек контролирует свой гнев, если он не собирается использовать оружие в какой-то деятельности, то его взгляды и убеждения, это его взгляды и убеждения, и никто не может ему запретить иметь такие взгляды и убеждения до тех пор, пока он не совершает что-то запрещенное законом. Но здесь навек на то, что у нас власть, она борется, да, с определенными группами своих политических оппонентов. как сказал коллега, разделять убеждения человека и те действия, которые он совершает, это и распространение экстремистских лозунгов, и призывы, и какие-то незаконные действия и так далее. Это совершенно разные. Потому что убеждения человека, они как бы, может быть, когда они явно не проявляются, они никому и не мешают. В большом счете. Согласен. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Евгений. Да, Евгений, пожалуйста. Я хотел бы поделиться своим печальным опытом использования газового оружия. Простого газового оружия. И в чем это заключается? Вы в эфире, Евгений, рассказывайте. Я в эфире? Да, конечно. Я рассказываю. Ну, меня человек вот реально душил. Рядом со мной была сумка моей жены, где была ее зарегистрированная газовая стилет 8-миллиметровая. Я ее вытащил. Мне удалось его передернуть. И я выстрелил ему в живот. Вы видели, что произошло с этим человеком? Это газовое оружие. Там ни пластиковая заглушка не вылила, ничего. Потом все посмотрели. Я его потом лечил два месяца. Да лучше бы он меня задушил. А вот сейчас речь идет о том, что будут раздать всем подряд реальное оружие. Страшно. Кто как-нибудь это увидит, откажется от оружия навсегда. Я отказался от всего. Скажите, а вы в упор выстрелили? Что, простите? Вы в упор выстрелили? Вы пистолет прям приставили к животу? Или как вы выстрелили? Ну, 2-3 сантиметра, не больше. Это газовое оружие. Там ни пули, ничего. Там просто стройок газа фактически... Скажите, а вашей жизни реально грозила опасность в этой ситуации? Ну, человек меня душил. Ну, душить можно по-разному. У меня вот жена иногда душит, но мы играем так вот. Какие-то у вас странности, странные наклонности, Владимир. Евгений, спасибо большое. Нет, я просто вынужден. Вот это уточнение, оно неспроста, да, было? Или почему? Просто потому, что душить можно по-разному. Можно душить с целью... Угроза жизни все-таки была, да. Ну, если человек говорит при этом, что лучше бы он меня задушил, ну, не знаю. Странное у человека, наверное, отношение к жизни. Ну, ладно, я не буду вот действительно разбирать этот конкретный случай, хотя вы слышали, что этот вариант, да, или тот прецедент, с которым столкнулся слушатель Евгений, он заставил его отказаться. Вот вообще... И очень хорошо, потому что человек явно был не подготовлен ни к этой ситуации, ни к владению оружием. Кроме того, оружие-то было не его. 46% слушателей Финам ФМ поддерживают идею легализации и разрешения на короткоствол. 54% проголосовавших слушателей реального времени против. Вот такие итоги. Спасибо вам большое. Сергей Зайнулин, Владимир Химанович. Реальное время после новостей итоги дня.